Ну что, друзья, я вас поздравляю. История, описанная Оруэлом в романе 1984, стала еще ближе и реальнее 1 августа. То есть вот уже через 10 дней буквально в России, пока правда в тестовом режиме, заработает афера под названием «Цифровой рубль». Все пропагандисты заряжены, нахваливают идею с абстрактными циферками вместо настоящих денег. Безграмотные волухи радуются. А чему радуетесь, хочется задать мне вопрос. Потому что теперь, жуликоватые упыря оттуда, финансы ваши контролировать собрались. У вас ведь и так все отобрали, а теперь этот дьявол души вашей захотел вместе с деньгами? Чего? Того, а точнее всего. Объяснюсь. Единственное, что пока еще делает россиян относительно независимыми, это деньги. Наличные или безналичные. Те, которые ты свободно можешь обменять на какие-то товары и услуги. Причем не только в нашей стране, но и в некоторых других государствах. В Казахстане, например, в Белоруссии, в Турции даже. Наличие банковской карты или купюр в кармане позволяет тебе совершенно свободно передвигаться по той же России. Впрочем, и за рубежом тоже. Что предлагает Набиулина со своими хитрожопыми дружками-чиновниками Дашейник? Она тебе предлагает вместе с поводком, за который в любой момент можно одернуть счастливого обладателя Набиулинских циферок. Кстати, а в курсе ли вы, что это даже не деньги вообще? Пусть не вводит в заблуждение название цифровой рубль. Повторюсь, это не деньги. На сайте самого Центробанка об одном написано, это платежное средство, которое вы можете приобрести у ЦБ за живые, настоящие бабки. На цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них не будут выдаваться кредиты. А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму где-то 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота. И всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке, например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, можно будет переводить себе, другому человеку без процентов. То есть это как минимум в три раза больше, чем сейчас в системе быстрых платежей, которая, кстати, тоже набрала популярность в последний год. А почему нет? Почему нет? Сейчас остановимся на ООНом подробнее. Реальная журналистика. Кручу, верчу, ну и в смысле выиграть хочу. Вот пусть это и станет темой сегодняшнего выпуска. Поехали! Конечно, сейчас они будут обещать кучу разных ништяков об одном таком Набиулина только что сказала. И переводы-то в этих цифровых рублях станут бесплатными. И лимиты-то на переводы увеличат в три раза комиссию. Опять же, коммерческим банкам платить не надо. Ну, потому что цифровой кошелек человек будет создавать прямо на сайте ЦБ, минуя посредников. Сплошная экономия. Короче, более того. Тут буквально вчера глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков заявлял, цифровой рубль можно даже программировать. Под определенной целью, ну, например, дал ребенку в школу таких рубликов на покупку учебников или тетради, и он эти рублики не сможет потратить на колу, там, на чипсы. Он их не проиграет в компьютерную игрушку только на учебники и тетради. Да что там, коррупцию сразу победим, о как! Кому вы парите мозги? Изгюзми, оба... Козюськи! Не, они ведь серьезно, я все Аксаково цитирую, Запрограммируем, говорит, эти электронные рубли на закупку, скажем, шпал для РЖД. Все, другого ты на них ничего не купишь. Ответственно, прижимем расхитителей пилищиков. Они ж так долго об этом мечтали. Ну, насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководства Государственной Думы. Вот, мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Нужно самим этим заниматься. Ну, вы поняли, да? Ребятишки, наконец, собрались осуществить давнюю мечту Дмитрия Анатольевича в лучших традициях Единой России. Но это не точно. Но если бить, Стёба, вам не кажется странным? С чего бы эти ребята, которые 25 лет нашу жизнь только ухудшали, Так вот, с чего бы вдруг они такую отеческую заботу решили проявить о нас и о наших деньгах главным образом? Да ещё практически задарма, но самим-то не смешно. Любой нормальный человек знает деньги от лап нашего государства лучше держать подальше. Либо в надёжном банке с репутацией, либо в стеклянной банке под матрасом, желательно в свободно конверфируемой валюте. Это единственная гарантия их безопасности. Более того, я уже как-то приводил этот пример неоднократно. Чем уж и российские давным-давно на спережение граждан облизываются. 30 триллионов, лежащие на разных накопительных и сберегательных счетах, прям покоя им не дают. А тут аттракцион неслыханной щедрости наливая налетай подешевело. Ну так я вам тогда давайте расскажу, в чём суть данной аферы. Вообще, конечно, поражаешься её масштабом. Чубайс со своими ваучерами и Мауроди с его МММом. Пацаны зелёные просто. Грабежа такого размаха Россия ещё не знала. Но для начала нам с вами надо понять, чем вот этот самый электронный рубль отличается от рубля безналичного. Многие ошибочно полагают, что это одно и то же. На самом деле нет. Не так. Безналичные деньги – это действительно денежные средства или всеобщий эквивалент, выступающий изменителем стоимости товаров и услуг, имеющий максимальную ликвидность. А вот цифровой рубзик – это средство уже платёжное. Деньгами, подчёркиваю, не является. По сути, это суррогатный продукт Центробанка, который они планируют нам с вами втюхивать. Мы им, значит, деньги, а они нам вот это, не пойми что. Акции МММ, если хотите, только в цифровом варианте. Ну или камешки, бусики. Семён, Семён, ну что вы? Что ещё важно, хозяевами этих бусиков является не Российская Федерация. Электронный рубль принадлежит чиновникам из ЦБ, насколько я понимаю. То есть это уже частный платёжный инструмент, а значит, в любой момент эти электронные рубли могут обнулить по требованию владельца, чтобы было понятно. Кто-нибудь когда-нибудь из вас покупал краденую вещь, ну или слышали наверняка о таких случаях, человек, скажем, приобрёл машину, а она оказалась в угоне. Что происходит, когда объявляется хозяин? Человеком машину просто отбирают и плакали его денежки. Здесь похожая ситуация, а главное всё по закону. Гойда! Ура! Ну и вот ещё пример того, как через цифровые рубзики можно воздействовать на людей. Выше говорили о том, что их можно программировать. А теперь давайте вернёмся на 10 месяцев назад, в сентябре 2022. Когда Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Что затем последовало? Мы все хорошо помним, десятки и даже сотни тысяч наших соотечественников в спешном порядке покинули страну, справедливо опасаясь за свою жизнь. И теперь представьте, если бы все эти люди оказались заложниками, простите, пользователями цифровых рублей. В ЦБ кто-то нажал на кнопочку, через 5 минут, после объявления Путина о мобилизации, счета всех мужчин до 55 заблокированы. С таким же успехом можно и передвижение граждан ограничивать, даже по России. Снова кто-то нажал на кнопочку, и вот ты уже ограничен рамками отдельно взятого города или даже района. Жёшь, в Екатеринбурге. И вот в Екатеринбурге у тебя эти электронные платежи проходят через эти тубики. Приехал в Челябинск, там уже всё. Я даже не говорю о моментальных штрафах и прочих прелестях репрессивной государственной машины, но самое страшное во всей этой истории ещё раз. То, что вас в любой момент могут обнулить чик, и нет у человека ни копейки, просто на том основании, что собственник данного платёжного средства так захотел, он частное лицо. Ему можно, государство не вправе вмешиваться. Конституция в данном случае не работает. Ты втираешь мне какую-то дичь. Конечно, конечно, какой-нибудь умник обязательно напишет, так сейчас можно блокировать банковские счета людей. Это так да не так. Данная процедура, во-первых, очень сложная. Заблокировать счёт можно в случае опасности, например, если у СБ банка возникло подозрение, мол, мошенники хотят счёт клиента опустошить, но такая блокировка очень быстро снимается, и идёшь в ближайшее отделение с паспортом. Проблема решена. То есть деньги твои никто не забирает. Счёт временно заблокировали, и всё. Бывают случаи изъятия денежных средств, но они единичны. Это во-вторых. Да, в-третьих, в законе не так много статей, по которым оно можно осуществить. Спонсирование терроризма, раз. Потом, если ты не можешь объяснить происхождение своих денег, может быть, они преступным путём заработаны, или если владелец что-то весь в долгах, как в шелках, но по долговым обязательствам и не платят, да и то. Всё это делается через суды. Там столько геморроя. Но и это ещё не все прелести. Дело в том, что цифровые турики, они ведь отслеживаются. Движение каждого цифрового рубля, у кого он был вчера, у кого он сегодня, что на этот рубль покупали месяц назад, всё это фиксируется. И остаётся в электронной базе ЦБ, то есть вся движуха по этому конкретному рублю со дня его выпуска и до упора она записывается. А надо ли вам рассказывать, как у нас базы с персональными данными граждан в интернет попадают и с какой периодичностью оно происходит? А тут не просто персональные данные, тут все финансовые телодвижения гражданина. Вот он сделал какую-то дорогостоящую покупку вчера. А может быть и не одну. Ух ты! Колье бриллиантовой жене подарил на прошлой неделе. О! А на завтра он оплатил путёвку в Турцию и улетает на неделю отдыхать. Гомушники всего района ликуют. Спасибо госпожа Набиулина за столь ценную наводку. Какое-то мне тащит отношение к экономике. Знаешь, потому что были разговоры, это поможет обойти санкции, это поднимет инвестиционный потенциал, это будет борьба с коррупцией. Я вот меньше всего верю в то, что вот увидев Пригожина с Газелем, с 10 миллиардами рублей, с порошком Доси, с Алпини, с Литками, и с тем, что он далеко не единственный такой госолигарх. В принципе, мы знаем масштабы обналов в стране, там сотни миллиардов рублей, и понятно, кто чаще всего всю эту тему крышует, кто реально получает, и чиновники какого уровня этот кэш, и прочие-прочие госзаказчики, господрядчики. Я чуть не верю, что это вообще имеет какое-то отношение к борьбе с коррупцией, с обналом, с чем угодно. Ну, это вообще не имеет никакого отношения ни с коррупцией, ни с обналом. Это, безусловно, имеет отношение исключительно к стопроцентному контролю над нашими согражданами. Вот не более того. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Разумеется, чинуши будут вынуждать наших доверчивых сограждан переходить на эти цифровые МММки. Еще раз, это история об огромных деньгах, в первую очередь, которая государство долгие годы мечтало выводить из наших карманов, ну, плюс тотальный контроль, о нем много уже говорили, как вынуждать? Ну, посредством зомбоящих, это и так понятно, километры лжи из пропагандистских помоек пойдутся уже очень скоро. Те, кто не смотрит ящик и не верит пропаганде, да господи, создадут искусственные ситуации, когда крупные компании, крупные магазины, госструктуры, структуры ЖКХ и бла-бла-бла перестанут принимать сначала наличные, потом безналичные под предлогом нет технической возможности, как вариант и... Опрочем, очень надеюсь, что Эльвиру Сахимзадовну и ее подельников разоблачат раньше. Все! Переваривайте, это была реальная журналистика, уже хронометраж вывалились, подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются, в соцсетях тоже жду, напоминаю, во ВКонтакте в Однокласснике через VPN, остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!